Новое освещение, плитка вместо старого деревянного пола, колонны для укрепления конструкции здания. Казармы Неплюевской школы-интерната отвечают всем требованиям безопасности. Жилых этажей два, на каждом живут 120 учащихся. Сегодня уже обновлены санузлы и канализация. После ремонта стало больше душевых кабин, по четыре в каждом крыле. Появилась и новая мебель. Полностью с заменой спальней группы, то есть матрасы новые, подушки новые, покрывала полотенцем полностью, тумбочки, мебель имеется в виду, вся тоже замена была на новую. Этажом ниже полным ходом идут работы в новой столовой. Теперь кадетам не нужно будет выходить на улицу, чтобы пообедать или поужинать. Уже готовы умывальная и обеденная зоны. Одновременно в столовой смогут находиться 250 человек. 50% от этой столовой у нас уже выполнены мероприятия по ремонту. И вот здесь будут дети принимать пищу. Ну, а вот если пройти подальше, там будет уже конкретно кухонное помещение. На выходе из здания работа тоже кипит. Делается облицовка фасада и козырек у входа. Территорию рядом с корпусом тоже благоустроят в ближайшее время. Будет построена благоустроенная спортивная площадка, в которую будет включать элементы для занятия силовыми упражнениями. Ну, будут включаться турники, тренажеры и площадка для занятия баскетболом, волейболом и мини-футболом. Также здесь появится аллея славы. Там можно будет увидеть и участников СВО. Проекты уже утверждены и деньги из бюджета Оренбургской области выделены. Объекты подрядчики планируют сдать к началу следующего учебного года. Виолетта Широкова, Игорь Бероев, Новости дня.